Всем привет! Не забудь подписаться на канал. В описании к видео, ты найдешь полезные товары для охотника с Алиэкспресс. Вернемся от дроби к пыжам и их амортизационным свойствам. Слово амортизатор в данном случае не совсем верно. Скорее при сжатии пыж работает как пружина регулятор объема снарядного пространства. Вот тут то и надо угадать. Если пыж слишком мягкий, камора сгорания увеличится мгновенно и сгорание пороха замедлится, но открытие заделки дульца все равно произойдет, давление форсирования будет меньше. Дальнейший динамический процесс пойдет медленнее и качественного сгорания пороха не будет. Один от этого плюс деформация дроби будет уменьшена, что возможно чуть улучшит конечный результат. Слишком твердые пыжи наоборот спровоцируют чуть ли не детонацию. Скорость раскрытия дульца увеличится, увеличится и инерционная масса снаряда, а следствие этого перегрузка и деформация дробин. А вот если упругость пыжа определяет оптимальное давление форсирования, при этом порох горит в нужном режиме, а деформация дроби сведена до возможного минимума, вот это уже патрон огурчик. Мой охотничий опыт начинался именно с бумаги от старых церковных книг, а первый трофей был грач, убитый прямо в деревне. Страшно сказать, сколько пунктов нынешних правил я нарушил одним выстрелом нахождения в населенном пункте с незачехленным и к тому же заряженным ружьем. Стрельба в населенном пункте, да еще и не по объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты. Должен однако объяснить, что сделано это было не по моему детскому неведению или озорству, а вполне осознанно, поскольку это произошло весной 43-го года. И после ленинградской блокады мясо грача шло на ура. И все последующие годы до конца войны постреливали грачей, особенно на пахоте, когда одним выстрелом удавалось подстрелить несколько штук. Причем многие из них добывались далеко не гуманным способом. Да простят меня защитники животных. Им легко меня обвинить, поскольку все они разумеется вегетарианцы. Однако вернемся к пыжам. Контейнеры для дроби используются давно и не случайно прежде всего для повышения кучности осыпи дроби. Например в книге Ивашенцева «Бой» и «Служба дробового ружья» даны описания таких контейнеров. Позволю себе лишь перечислить их шрапнель Джонса, сетка Элея, парашюты Лемерсье и Живело, концентраторы Циглера, Мегганя, Разуваева и Ланкастера. В частности Зернов считал, что достаточно обернуть дробь полоской бумаги, чтобы получить заметное увеличение и кучности, и резкости дроби. Возможно лучший эффект может быть получен при замене бумаги на фторопластовую пленку. Следует все же признать, что погоня за значительным увеличением кучности приводит к нестабильности, а часто и к непредсказуемости результатов выстрела. Дело в том, что раскрытие контейнера может происходить на разных расстояниях, а сам контейнер с дробью, как пуля неправильной формы, выпущенная из гладкого ствола, подвержен отклонению от линии прицеливания. Вся премудрость контейнеров и заключалась в том, чтобы контейнер как можно дольше не раскрывался, но, в то же время не отклонялся от линии прицеливания. Весьма удачным стало создание пыжей контейнеров, упрощающих и удешевляющих процесс снаряжения патронов. Пыжи-контейнеры настолько прочно вошли в охотничий обиход, что полностью отказаться от них уже невозможно. Пожалуй только самые дремучие самокрутчики, еще способны возиться с перечисленными выше материалами. Сейчас снарядить патрон стало легче, легкого засыпал порох, воткнул пыж-контейнер с дробью и вперед. А уж как хорошо патронным заводам, где счет идет на миллионы штук. К тому же и возможностей для создания пыжей контейнеров превеликое множество. В книге Шейнина «Опыт совершенствования оружейных боеприпасов» представлен целый ряд уже изобретенных пыжей и безграничное поле деятельности для дальнейшего их совершенствования. Огорчает только, что в этой книге не приводятся цифры, которые позволили бы оценить их эксплуатационные возможности. Несмотря на разнообразие пыжей контейнеров, все они имеют сходную конструкцию обтюрирующую часть в виде манжеты, длиной от 3 до 8 мм, амортизирующую часть и контейнер для дроби, картечи или пули. Так вот промежуток, который находится между обтюратором и контейнером, совершенно безосновательно получил свое название, поскольку такими свойствами он не обладает и обладать не может. И вот почему. Уже при сжатии пороха силой 10кс, рекомендуемой заводом-изготовителем пороха «Сокол», эта часть сминается на треть, а при усилии 30кс сминается полностью. Давление же при этом равно всего 12 бар. Уже на стадии форсирования, то есть когда создана капсюлем-воспламенителем типа живело необходимое давление, и температуры для начала горения пороха, амортизирующей части уже нет. Некоторые умудряются связать эту часть пыжа контейнера еще и с уменьшением отдачи ружья. А это уже ни в какие ворота не лезет. По моему мнению это прежде всего пружина, позволяющая минимизировать объем снарядного пространства, а также компенсатор. Дело в том, что дробь в зависимости от номера имеет разную насыпную плотность. Кроме того, при дозировании дроби всегда имеется некоторая погрешность. Погрешность возникает и при изготовлении длины гильзы, и при закручивании ее краев. Поэтому, чтобы содержимое патрона было плотно упаковано, существует амортизирующая часть пыжа контейнера. Между прочим, пыжи контейнеры для стальной дроби не имеют амортизирующей части. Многие скажут, что это естественно, поскольку стальная дробь не деформируется. Отчасти это так, но это не от хорошей жизни, коль надо как-то разместить в снаряде необходимое число дробин. Естественно, увеличение кучности. Правда это происходит в том случае, когда лепестки еще способны удерживать дробь в контейнере. Однако у некоторых контейнеров лепестки полностью раскрываются уже при вылете. И разумеется, пыж-контейнер надежно защищает дробь от ее разбрасывания вылетающими из дула пороховыми газами. При этом ни о каком врезании пыжа в дробовой сноб говорить не приходится, поскольку и дробь, и пыж имеют одну и ту же дульную скорость, а имея меньшую массу, нежели дробь и большие размеры. Пыж-контейнер сразу же будет отставать от дроби. И влияние пороховых газов, надо полагать, при этом ничтожно, так они действуют не на отдельные дробинки, а на весь снаряд. Защищает контейнер и пыж-контейнер стволы от освинцовывания, а при стрельбе стальной дробью от повреждения. Пыжи-контейнеры одной партии имеют строгие геометрические размеры, что способствует большей стабильности однообразию выстрела. Однако у разных изготовителей размеры пыжей-контейнеров отличаются друг от друга. На ещте в большей степени отличаются внутренние диаметры стволов. Так, в ствол браунинг-голд пыж может просто проваливаться, а в 100 гэр этот же пыж приходится загонять с усилием больше 10х. Но и при прорыве газа в потере скорости могут возрасти в еще большей степени. Продолжение следует... Продолжение следует...